В начале, когда ты начинаешь заниматься прикладной наукой, сама наука начинает тебя как бы подводить к тому, что не будет результатов, пока ты такой. Ты как бы начинаешь за счет науки это понимать, понимаете? И очень многие люди мне говорят, ну вот я тут занимаюсь прикладной наукой, и вот мне что-то как-то не получается измениться. И я уже говорил 30 раз, повторю еще раз, кому непонятно, а может как будто надо будет еще раз повторю, что заниматься прикладной наукой и ей интересоваться это разные вещи. То есть те, кто интересуются прикладной наукой, они никогда не изменятся. Потому что я тоже интересуюсь, знаете, разными вещами, насекомыми всякими, рыбами в аквариуме, всякими химическими процессами, явлениями. Но это не значит, что я стал Менделеевым, правда? Ну то есть если я читаю статью в науке и жизни о высокотемпературной химии, это не значит, что я стал Менделеевым, верно? Вот то же самое с прикладной наукой. То есть если вы смотрите лекцию в Вале, там по раструбу, это не значит, что вы выучили раструб, понимаете? Вам придется приложить усилия под руководством людей, знающих, для того, чтобы его выучить и начать применять, понимаете? И в подавляющем большинстве случаев сам по себе человек на это не способен. Особенно в сегодняшнем времени. То есть ему обязательно нужна нянька, которая будет заставлять это учить, понимаете? То есть сам себя он заставить не может, силы не хватает, понимаете? Просто не хватает силы. То есть много людей, очень, очень много людей, которые, как бы, знаете ли, считают, что они могут прикладной наукой самостоятельно. Можно ли заниматься прикладной наукой самостоятельно? Да, конечно. Возможно, это возможно. Ну, я же занимаюсь самостоятельно. Мне же нянька не нужна, правильно? Ну, вот пример человека, который занимается самостоятельно. Мне нянька не нужна. Надо мной стоять не надо. Мне домашних заданий давать не надо. Понимаете? Ну вот, человек перед вами, который самостоятельно этим занимается. У меня подавляющее большинство моих людей самостоятельно занимается. То есть на раннем этапе всегда нужен тренер. Ну какая-то нянька нужна. А потом эта нянька либо наставником становится. Это другая форма. Это отдельная тема для разговора. Роль наставника в постаменте. У нас целый семинар будет на эту тему. Понимаете, да? Либо эта нянька, как бы, выполнив свою миссию, удаляется. Понимаете, как бы, а человек дальше сам занимается. Но такого я не помню. Ну, в истории, чтобы вот нянька позанималась, да, а потом удалилась бы. Хотя это теоретически, теоретически, изучать прикладную науку самостоятельно по внешним материалам можно. Только я не знаю, как это сделать, потому что во внешних материалах ни черта нет. Ну, которые в интернете. Ну, как можно изучать сектор по внешним материалам? Ну, я не понимаю. Как это можно сделать? Мало того, вам же не просто сектор нужен, да? И, насколько я понимаю, вам нужна практика его применения, этого инструмента. А не сами упражнения. Ну, а кто с вами поделится практикой применения? Наверное, только те, кто умеют это применять, я так полагаю. Другие-то не смогут поделиться. Поэтому, ну, не получается вот никак. Мы для этого академию и создали, чтобы вы все в одном месте, ну, как бы, были. И чтобы, ну, мы вам могли помочь научиться применять. Не просто выучить сектор. Не просто его принять как актив. А чтобы мы могли вам помочь в процессе жизни и деятельности научиться этому. Так как мы это делаем каждый день, понимаете? Что в результате? Читаю недавно у себя в Телеграме. Пишет мне какой-то дикий человек, бывший соискатель Академии. Даже у меня там, ну, добавлено, ну, то есть, типа, он меня там даже где-то там поздравлял с чем-то. Не знаю, кто это. Какое-то странное имя, как бы со стороны, ну, короче, какой-то аккаунт непонятный. Там петиция на два листа. Дорогой Олег Викторович, спасибо. Я уже не соискатель Академии. Гордо звучит. Очень. Я уже не соискатель Академии. Повысил на новый уровень. Что? Вышел на новый уровень. Да, вышел на новый уровень, правильно. Повысил, да, уровень, да. Уже не соискатель Академии. Но продолжаю изучать науку по открытым источникам. По каким открытым источникам? В Индии у нас есть открытые источники, по которым можно изучать прикладную науку? Ну, я не знаю, это, наверное, Ютуб имеет в виду, где в свободном доступе какие-то, там, пятиминутные ролики, наверное. У нас есть, ну, как бы, вещи, по которым можно изучать прикладную науку в свободном доступе? Нет. Ну, вот вам официально директор Академии говорит, у нас таких материалов не существует. Стесняюсь спросить, по каким материалам вы ее изучаете? Ну, вот не хватает у человека духа последовательно изучить вопрос, последовательно изучить вопрос, и стать достойным членом общества, нашей организации, как бы, и добиться многого в жизни. Поэтому не хватает у человека. Я всегда говорю, что фехтование – это, ну, два момента. Это маэстро, ну, то есть вам повезло, с маэстро и усердие сатанинское. Понимаете, да? Вот прикладная наука – это то же самое. Вам повезло с наставником, а дальше сатанинское усердие.